Друзья, вы снова на вайбе успеха 107.5 FM HD 2 и мы рады приветствовать в студии наших уникальных гостей, представителей легендарного байкерского движения. Братва, ребят, я рада приветствовать вас в студию, вы такие яркие, вы такие классные. Я хочу вас поздравить с вашим 20-летием, вашей организации. Это такая крутая, дата круглая, а значит, что ваша организация продолжает процветать и всеобъемлюще захватывать территории. Это круто, я вас поздравляю. Спасибо большое, добрый день всем. Расскажите немного о своей истории. Как зарождалась ваша организация? Это ко мне вопрос. Погнали. Давайте скажем так. На самом деле это все стихийно так сложилось. Как бы самой задачи именно МС как клуба не было. Это получилось совершенно случайно. Вот. Была просто такая кучка ребят, энтузиастов, которые любят кататься на мотоцикле. Вот. Познакомились все, естественно, в дилерской мотоциклетной при покупке. Вот. Ну и как-то подружились, стали кататься. Потом уже началось что-то. А вот давай что-то придумаем. Началось с самых обыкновенных маек, которые нарисовали красивую картинку, написали слово. Вот это название братва. Да. И написали братва, потому что мы так друг друга называли. Это как бы было. Ну что там братва делает, давай братве позвоним, давай туда, давай сюда, как братва. Вот так братва привязалась. На самом деле братва такое слово, оно сильное. Оно, как это, сленговое русское. И оно такое значимое, скажем. Это вот говорит именно про ту дружбу, сплоченность. Это так? Ну, естественно, и дружба, и сплоченность, братство. И плюс, если посмотреть на наше лого, оно еще многозначное такое, потому что люди любят себя разделять по религии, по национальности, по там цвету кожи, еще что-то. У нас, вот именно наш лого, он показывает, что у нас как бы everything is equal. Там три переплетенных религии вместе. Это, обратите внимание, там крест, там магиндувит, и там полмесяц мусульманский. Это все переплетено вместе. Ничего общего с религией, да, ничего общего с религией наш сайн не имеет. Нет, как бы это просто говорит о том, что мы not discriminate anyone by religiously, прочей национальности и все. Но у нас есть маленький такой нюанс, как бы это все-таки русскоязычный клуб. И мы, как бы, собираем людей, которые из бывшего Советского Союза, вот иммигранты, потому что наш клуб, он так и назывался одно время Russian Bikers. У вас написано на ваших жилетках, президент, у всех ребят, я смотрю, что это значит, и насколько территориально разбросаны люди, состоящие в вашей организации. Я знаю, что ребята из Нью-Йорка, из Майами сегодня у нас в студии. Правильно. Ну, давай я вот, наверное, дам слово Константину нашему, который представляет Mother Chapter New York. Пусть он расскажет. Ну, когда определенное количество набирается, то невозможно это контролировать. Во-первых, разные территории, во-вторых, большее количество людей невозможно контролировать. Поэтому обычно любой клуб разделяется на чаптеры, у каждого чаптера появляется свой лидершип, вайс-президент, президент, инфорсеры и так далее, и так далее. Поэтому так произошло, что тем более пару таких ребят с Нью-Йорка уехали сюда, собрали вокруг себя обалденных ребят. Ну, и, само собой, Кастамаха, как наш фаундер. Кстати, он скромный, но это лого нарисовал он 20 лет назад. Вот, то есть первые маечки эти были с его рисуночком. Это было в порывах чувств такого, когда вдруг люди начали там, где мусульмане, где евреи, где русские. И вот началось вот это. Я взял всех в кучу, собрал и сказал, вот вам. Теперь мы все вместе. Да, despite all religions. Ну, а в чем, в общем-то, заключается сама суть президента? Вот это хороший вопрос. Я до сих пор не понял. Президент, по большому счету, ленивый лидер. У нас, соответственно, все ответственности на вайс-президентах. Так, у нас в студии и вайс-президент тоже зовут его. Да, меня зовут Артурас. И я вайс-президент. Я левая, правая рука. Левая, правая. Левая и правая. В общем, всю ответственность подложили на вас все-таки. В принципе, да. Он мне разрешил рулить нашим чаптером. И с его позволения я все делаю. Он мне просто говорит правильно, неправильно. Но so far all go. Получается, получается нормально. Ребят, вот вообще, если кто-то сейчас из наших слушателей захотел вдруг стать таким же, как вы, попасть в это сообщество, что нужно для того, чтобы к вам присоединиться? Первым делом нужно с нами подружиться. У вас какой-то принципиальный отбор. Есть такой отбор. Ну, у нас, слушайте, есть люди, которые просто хотят с нами подружиться, как бы проводить с нами время. Я знаю, там куда-то покататься, съездить, какие-то райды. У них нет абсолютно никаких обязательств. Ничего, они просто приезжают, тусуются с нами. Это называют люди. Сначала они просто пришел, ушел, так себе друзья, знакомые. Но если у человека действительно появляется интерес клубный, такой он хочет стать, пардовый. Он должен стать первая ступень, это hang around. То есть, опять же, без обязательств, но он должен participate как можно больше времени с нами. Он должен посвящать свое время свободное больше нам, чем семье, наверное, даже так. Ну, он, да, с нами тусуется, с нами ездит. Никаких обязательств. Вот. И если они чувствуют, что они действительно... Попали в то место, которое бы хотели. Да, part of club. Они должны заявиться как проспекты. То есть, это MC. Что такое MC? MC. Это motorcycle club, который имеет свои rules regulations. Это можно прочитать на любом Google сайте. Просто находишь MC rules regulations, там все это написано. И вот этот hang around, он должен заявиться как проспект. То есть, потенциальный, так сказать, будущий patch member. И если клуб голосует за него, если нам этот человек как-то симпатизирует, и все, мы, значит, его опробуем, принимаем. Это в плане временных таких оттенков. Это год где-то hang around и год проспектинг. Два года человек только притирается и должен проявить себя с лучшей стороны. И если, значит, он как бы устраивает, за него голосует, должны проголосовать все 100% мемберов, чтобы он стал частью клуба. Если нет, хоть один против, он уже не будет. Какие вообще ощущения возникают в вашей голове, когда вы едете по дороге над своим железным коне? Что происходит в вашей голове на этот момент? Ой, вы знаете, это классно. Это вроде медитации на самом деле. Ты просто от всего, знаешь, вот как абстрагируешься от всяких вот этих вот наших житейских проблем. Это белые, это клиенты, это, я не знаю, у кого, жены, дети, их не существует. Ты сел на мотоцикл и поехал. Классно, это обалденное чувство на самом деле. Я с 12 лет, я живу на мотоцикле, поэтому... Это страсть. Это наркотик на самом деле. Это он насколько... Ну и да, это можно провести прямую параллель такую, потому что насколько это классно и получаешь, знаешь, настолько же это и опасно, поэтому надо, что называется, быть... Все-таки это опасно. Конечно. Конечно. Я, кстати, при всей любви о езде на мотоцикле еще ни одному человеку не посоветовал его купить. Поэтому так, зная, что это такое, как это может обернуться, я как бы, да, ну, хочешь купи. Вот, допустим, у нас многие там своих детей, сыновей посажали. У меня сын тоже меня спрашивает, что ты своего не посажешь? Я говорю, даже не подумаю. Если он захочет, это его право. Я нет, не хочу. Я сплю спокойно. Какими ценностями и особенностями должен обладать человек, который хочет попасть в вашу организацию? Ну, я думаю, этот человек, во-первых, должен быть честным, откровенным своими друзьями. Он должен быть готов чем-то пожертвовать. Ну, он должен рассчитывать на чью-то помощь, но и должен всегда быть готов помочь друзьям. И это братство. Поэтому we got each other's back all the time. И по большому счету, как бы, просто быть прямым и откровенным между нами. Вот, как сказать, за все с нами и с ними. Я знаю, что ваша организация участвует в благотворительных мероприятиях. И не только. Например, во время всего этого BLM, всех этих разгромов в Бруклине, в Южном Бруклине был самый низкий crime rate. И полиция нас конкретно благодарила, потому что все участвовали, ребята, в этом. Мы патрулировали огромный район. Кстати, простые люди на машинах к нам подключились. И crime был самый низкий за 80 лет. On record. Вот, поэтому там, где бабушке по голове дали two by four, этот триггер был тогда, в тот вечер. И мы на следующий день собрались, сказали так, у нас на районе этого не будет. И как бы мы prevent очень много crime в тот месяц. Потому что приезжали на спортбайках, не буду говорить про цвет кожи, не хочу звучать расистом, но залетали, посмотрели, улетали, заезжали, отъезжали, затемненные машины. В конце было небольшое столкновение с небольшим шумом, но закончилось все тем, как бы, что мы физически защитили наш район, пятимиллионную. В общем, за вашей спиной можно ничего не бояться мирным жителям. Вы знаете, самое интересное, что нам бабушки до сих пор подходят, например, набрали, ты не остановишься сигареты купить. И бабушки подходят, говорят, вот тогда я выглядывала с окна, видела на углу байкеров и спокойно шла в гроссель и покупала молоко. Я помню, как одна женщина говорила, ребят, мы были на гастейшн, подошла, говорит, ребят, я вам должна что-то сказать, я так ненавижу ваши мотоциклы, вот этот треск, вы мне спать не давали. Вы вообще-то, ну вот что-то в последнее время, я когда слышу вас, мне так хорошо становится и спокойно. Так спокойно. Как раз вот в эти дни. Она говорит, спасибо вам, я сказала, бабуля, пожалуйста. Вы делаете добрые дела, и это круто. Вы вот прям сидите такие, знаете, действительно, мы в студии сидим, женщины, и вы рядом с нами, крепкие мужчины, и чувствуется прям такое какое-то спокойствие. Спасибо вам огромное за то, что сохраняете это спокойствие также в народ. Это круто. Будем продолжать. Расскажите вообще про численность вашей организации. Я видела фотографии, и у вас прям там много таких ребят. Много. Ну, я, честно сказать, даже уже потерял, так сказать, счет этому всему. Ну, развиваемся, растем, да. Тем более, что как бы, ну, три чапты, и разное количество людей, и там, и там. Потом у нас же еще как идет, members, prospects, проспекты пока считаются по половинке. Допустим, если 10 человек и один проспект, считается 10 с половиной. Вот так. Да, поэтому, ну, тяжело посчитать. Поэтому мы как бы, да, номера не озвучиваем. Какие вот есть мероприятия и активности в вашей организации, спросим вайс-президент. Ну, вот сейчас мы, у нас самый большой ивент в этом году, это 20 лет братвы, день рождения. Все чаптеры собрались, будем праздновать. Есть ли какие-то совместные поездки? Да, да, есть поездки. Мы, у нас в Медиторе такие есть три встречи. Это открытая сезона в Нью-Йорке. Это все опять чаптеры собираются. И закрытая сезона в Канаде. Есть ли какие-то вот... И Дайтона там. У нас такой, у нас такой как бы братва-триангел. У нас все вот в это время приезжают сюда. Это Дайтона, ивент тайм. Потом у нас идет открытие сезона. Это Нью-Йорк, закрытие Канады. И вот так вот мы друг друга посещаем. Сколько вот примерно человек собирается вот в такой организации, в таком мероприятии? Человек именно мемберс, вы имеете в виду? Вообще участников мероприятия. О, да там много. Это не поседание. И 100, и больше приходят людей, да. Приезжают гости. Гости приводят с собой еще друзей, которых мы даже знать не знаем. Но большие собираются толпы народов. Другие клубы приезжают. На открытии, на закрытии вообще по 150, по 200 человек собираются. Мало. Да. Приезжают. Если еще повезет с погодой, так вообще там что-то. Прямо это собираемся. Как правило, на Флойд-Бенефилд в Бруклине. Ой, там море. Там прям мотоциклы вот так вот стоят в ряд. Наверное, метров 150-200. Только байки вот так один к одному стоят. Двух баранов на вертеле не хватило. Да. И что происходит конкретно вот в этот момент мероприятия? Вы встречаетесь, общаетесь. Что еще? Давай, давай, рассказывай. Мы делаем ивенты, мы подготавливаемся. Мы делаем, чтобы у нас был диджей. Чтобы мы делали какие-то байк-трикс. Мы делаем соревнования, кто медленнее проедет. Многое там девочки банан на ходу с веревочки. Да, сорвать там зубами. В общем, очень много разных интересов. Очень много конкурсов, очень интересных таких. Кстати, самый интересный конкурс, это не кто быстрее, а кто медленнее. Кто медленнее. Стоят байки в линии и пошел. И вот кто медленнее. Причем ногу поставил на асфальт, проиграл. Вылетел, да. В общем, все такое происходит. Диджей, музыка. Потом мы обычно переезжаем в бар. Мы, кстати, в Нью-Йорке открываем наш клаб-хаус. Первый, такой большой, огромный, с баром, с сцены, будут ивенты, будете в Нью-Йорке заходить. Классно. Вот. И потом мы едем в такое место. Там живая музыка, дринки. Еда. Еда. Танцы, обниманцы. Вы же там уже все тепленькие. И так до ночи гуляем. И потом утром вспоминаем. Вот такие коммуникации у вас происходят. Главный смысл — это получение, получить хорошее настроение. Это просто вот фан. Вот реально фан. Все, кто приходят, все уходят с очень хорошим настроением от нас. Увидеть друзей. Это как большая семья. Абсолютно верно. Абсолютно, да. Скажите, пожалуйста, вот по поводу женского пола вашей организации. Очень даже. Так. Я знаю, что конкретно в братву могут попасть только мужчины. Ну, это МС. МС, как я сказал, Rules and Regulations. Мы бы рады принять, но нельзя. Rules and Regulations не позволяют. То есть у девушек есть своя какая-то организация, я так понимаю. Есть, абсолютно. Вот я, кстати, хочу сказать. В Нью-Йорке есть такой клуб. Называется он Iron Sirens. А это девочки. Собрались наши девчонки, которые с нами тоже проводили время. Они вот тоже любители двухколесного транспорта. Собрались и сделали такой вот RC. Это как такой женский суппортовый клуб для нас. Они, кстати, сюда тоже приехали. Такие верные, что называется, девчонки. Да, такие боевые подруги. Да, по-другому не скажешь. Очень помогают. И Алена там, которая организовала вот это все, она очень серьезно помогает с организацией. Там чего-то такая очень активная, шебутная. Мы ее все любим. Очень-очень хорошая. Да, но я помню. Хрупкие женщины на байках. Причем они так же, как у нас. У нас есть определенный рост. У нас только American-made motorcycle. Это Harley, это Indian, это Victory и любой кастом-байк американского производства. И то же самое у этих девочек. Они все ездят на Harley и Indians только. Давайте раскроем секрет для тех, кто вдруг решил тоже однажды сесть на байк и тоже участвовать в вашей организации. Сколько стоит вот такой хороший Harley? О-о-о. Хороший. Вон, началось. Нет, но тут такое дело. Как бы пределу совершенства нет на самом деле. Но есть цена обычная. Скажем, допустим, если с магазина покупаешь два Harley, есть CVO-модель. Так вот он сегодня стоит, хочешь не хочешь, 50 тысяч долларов новый мотоцикл. Это стандартный. Но любой Harley это лего. Ты должен его уже сделать под себя. Апдейтить же там трубы, руль. И там понеслось. Поэтому как бы модель, которая считается попроще, она стоит где-то 26-27 тысяч. Даже меньше. Да, вот. Но ты хочешь не хочешь, ты когда берешь Harley, ты в него еще вложишь как минимум 5-6 тысяч. Это то, что мы говорим за новый с магазина. А вообще мотоциклы есть там с каким-то супер кастом покраской и апдейтами, апгрейтами. Я не знаю, мотоциклы есть до 100 тысяч долларов стоят. Любишь на саночках кататься, люби и саночки возить. Да, и люби и денежку платить. Ну, Harley можно взять за 5-6-7 тысяч, 10-15-летний, за ним следить. Он будет под тобой ехать много лет. Harley, он как конструктор, он вечный. Он не ломается, есть Harley 60-х годов до сих пор на дороге. Поэтому его разобрал, это снял, поменял, поехал дальше. Я еще хочу добавить Harley, чтобы все знали, он живой. Душа все-таки есть. Он живой, я клянусь. Он живой, он разговаривает, он чувствует, он дышит. Это единственный мотоцикл, который имеет реально душу. Все остальное, я не хочу сказать, что есть плохие мотоциклы, все хорошие. Но вот один-единственный, который живой. Отношение вообще к безопасности. Как вы подходите к вопросам безопасности на дороге? О, ну, слушайте, здесь такой вопрос. Мотоцикл само по себе, это такой транспорт повышенного риска. Ну, как тут можно подходить? Просто watch out, будь аккуратен, потому что смотри по сторонам. Потому что вокруг есть много людей, которые анрисмансы были на мотоциклах, на машинах. Ну, и, конечно, удачи вам. Друзья, мы вернемся к вам через пару минут и обязательно продолжим разговор с легендарным байкерским движением «Братва». Сегодня на вайбе успеха легендарное байкерское сообщество «Братва». Они сегодня рассказывают про свой жизненный путь, про историю их организации и то, чем организация занимается в свободное время и несвободное. Ребят, вот где можно увидеть вас на вот этих красивых мотоциклах, романтика, когда вас вот много едет по дороге, для всех любителей, то, например, как я, любит посмотреть на байкеров со стороны. А, возможно, здесь есть ребята, которые во многом вам благодарны за то, что вы делаете вот такую благотворительную поддержку, за то, что вы поддерживаете общество в трудные моменты. Где можно увидеть вас? Ну, вы здесь местные, вы отвечаете. Ну, в Фрукли, например, мы делаем вот принципиально каждый четверг. Мы собираемся, скажем, на Флойд-Бенненфилд, и можно так срезать, поехать в бар какой-то, в клуб, там, по хай-вейчику и свалить. Но мы проезжаем весь Саус-Бруклин, на Ап-Стрит, потом весь Шепсет-Бэй, потом по Брайдену, мимо Коньяна, да. В общем, проезжаем все медленно, с шумом, с музыкой, пибикают нам люди, снимают нас на коне. И как бы можно вот рассчитывать, чтобы там около 7-8 вечера братва проедет через весь Бруклин. Некоторые люди уже стоят и ждут. И уже ждут. Да, да. У нас есть такая традиция. Я не знаю, как в Майами, ребята. Ребят майамские, расскажите. Нет, мы к такой традиции еще не пришли, потому что мы немножко как бы разбросаны здесь. Бруклинские, они как-то все-таки гучкуются. А у нас, видишь, Саняйл, Сбакаратон, еще. Но мы собираемся где-то в одном месте, запланированном, всегда в разных. Ну и выезжаем, едем где-то сюда, приезжаем часто. Бывает, ну что вот прям традиционного, такого, конечно, у нас еще нет. Во-первых, нас не так много, как бруклинских пока. Но, может, со временем у нас так будет. А пока, вот если сегодня нас хотят увидеть, пожалуйста, сегодня у нас будет тусовка в месте под названием Пульс. Это на Авентуре. Пожалуйста, приходите, посмотрите на нас, познакомьтесь с нами, подружитесь, кто хочет и все такое. А в субботу в эту у нас будет райд-райд в Келарго. Вот, мы собираемся здесь на Плазе, где Старбак знаменитый, все люди знают, прямо напротив вашей студии. Вот, и мы едем в сторону Келарго отдыхать, пить пиво, получать солнечные ванны, адреналин, все такое. Это круто. Расскажите про возрастные критерии вашей организации. Самый молодой и самый старший среди вас участник вашей группы? Даже не знаю, кто самый старший на сегодня, кто самый молодой. Но мне вот 56, например. Я не знаю, самый ли я старший или нет. Можно на этот вопрос отвечать? Конечно. Нам всем где-то 21. В душе. Нам всем реально 20 людей. Нет, я соглашусь, вы хорошо очень выглядите. И я смотрю, даже занимаетесь спортом. О спорте я даже могу сказать, как это получается хорошо. У меня есть одна хорошая знакомая в джиме. Да, зовут ее Кристина. Так. И она очень хорошо всегда может помочь. Благодаря ей, я считаю, я имею хорошую форму, потому что она всегда поправит, скажет, как правильно есть. Так это не знаешь? Обязательно передадим ей привет сегодня. Передай, да, передай обязательно. На самом деле, я смотрю, что вот таких ребят, как вы и ваша физическая активность, это влечет за собой дополнительное внимание к вам. Но как это помогает еще в управлении вашим железным конем? Вы знаете, я вам скажу, это, кстати, заблуждение такое. Знаешь, говорят, о, вот вы такие здоровые, вам, конечно, проще. Опять же, вернемся к Харлею. Настолько балансит мотоцикл, настолько отбалансирован, настолько легкий в управлении, настолько его... Любая самая худенькая девочка абсолютно спокойно может ездить на Харлею. Я опять же прохожу. То есть даже у нас, у таких хрупких девушек в студии, есть все шансы сесть на железного коня? Абсолютно. Айрон сайрон. Не знаю, где хрупкие девушки, но... Ну да. Девушки у вас в студии тоже крепкие. Нам срочно нужны курсы о том, как правильно ездить на мотоцикле. Ну, курсы, это вам нужно в школу все-таки за курсами, потому что частные курсы я не знаю, где есть. Есть MSS, Motorcycle Safety Schools, обычно они при колледжах. Обычно это всего 12-16 часов езды и где-то 12-16 часов лекции. В течение трех дней получаете лайсенс и имеете какой-то бейсик уже езды. Чтобы туда попасть, нужно уметь ездить на велосипеде. Кстати, еще самые лучшие курсы, это вот полицейская езда. Есть при полицейских вот этих вот прессингах у них есть курсы. Они, так как они научат, никакие больше не научат курсы у вас. Они реально учат управлять мотоциклом просто виртуозно. Они молодцы вот в этом плане, да. Но они помогают умеющим ездить еще лучше как бы. Но для старта Motorcycle Safety School самое лучшее. Я думаю, что для безопасности на дорогах, владения мотоциклом, нужно обязательно пройти вот такие обучения все-таки. Сто процентов. Это ваша целостность и сохранность, друзья. Абсолютно. Многие ездят много лет и многих элементарных вещей так и не научились делать. И то, что они могут научить показать, это даже для некоторых таких бывалых райдеров окажется сюрпризом на самом деле. Есть ребята, которые катаются несколько лет уже и идут в эту школу, на этот курс, чтобы просто понять, почему так делать, а так нет. Потому что некоторые вещи ты делаешь по наитию, но ты не знаешь, почему. А тут тебе конкретно показывают все баланс, это, это, это. Это все укладывается, и ты едешь намного лучше за три дня. Ребят, вклад в общество. Расскажите, пожалуйста, о каких-то еще благотворительных моментах, которые вы принесли своей организации и помогли? Ну, такой вот есть еще, знаете, я бы тоже хотел сказать, да, есть такой тойран, если вы слышали, когда-нибудь в таком, это раз в году тоже собираются многие клубы мотоциклетные, и покупают всякие игрушки, и делают такой ран, который по госпиталям, а раковые дети, которые больны раком, вот, и раздается все это безвозмездно, естественно, все такой чарити сделает. Это называется той ран. Вот, и есть, есть такие же подобные раны еще, это veteran runs, есть просто cancer runs, там, для взрослых уже таких людей. Это вот той ран, это конкретно, что касается детей. Каждый год перед другим годом, чтобы детишек было. Да. Насколько это важно для вашей организации? Ну, это важно для всех клубов мотоциклетных, потому что это все-таки такой яркий показатель, что все-таки действительно, потому что очень многие почему-то опасаются вот эти вот мороклапсы и все такое, для них это какая-то такие полукриминальные организации. Ну, вот, тем не менее, как бы люди не думали, вот делаются вот такие вот charities подобные. Я считаю, что это очень хорошо. Вот как раз-таки я хотела спросить, как вы относитесь к общепринятым стереотипам о байкерах? Что бы вы хотели изменить в восприятии общества о байкерском сообществе? Ну, скажем так, что, да, есть такие стереотипы, снимают фильмы, эти пугалки всякие. Вот, у байкеров главный такой, ну, как бы... Принцип. Принцип. Я, может, замечу, вот этот стереотип, может, нам и помог как раз вот, когда БЛМ вот это было. Я думаю, это тоже сыграло свою роль. Устрашающую роль. Да, у нас respect all, afraid none. Поэтому, как бы, если мы где-то появляемся, мы никогда не будем инициаторами какого-либо конфликта. Но мы никогда не отступим, если кто-то оскорбит нас. Поэтому, если вы с нами по-человечески, мы офигенные ребята. Очень френдли. Очень френдли. И бабушке стульчик пододвинем. Если кто-то до девушки докапывается, можем отодвинуть. То есть мы очень-очень, как бы, френдли люди, пока кто-то не перейдет линию. Вот для этого мы ходим на бокс, мы ходим в джимы, мы делаем свою физическую подготовку, чтобы могли это подтвердить. Да, кстати, это мандитарий. Клубные мемберс, все должны быть в хорошей физической форме. Все должны заниматься, за собой следить. Это очень хорошо звучит. Да, обязательно, а как же. Так что, ребята не только ездят на железном коне, но они, в общем-то, могут этого железного коня спокойно поднять сами. Вдвоем. Да, спиной можно одному. Друзья мои, советы для начинающих байкеров. Пару советов. В плане совета приобретения мотоцикла? В плане вот вообще, я хочу стать байкером. Что бы ты мне посоветовал? Ну, как я уже говорил, я не советую вообще быть байкером. Ну, если очень хочется. Да, кстати, вот хочу сказать такую вещь, как я вот хочу сейчас купить мотоцикл для начала, легенький там, то есть самое неправильное решение. Потому что мотоцикл, хоть легенький, хоть не легенький, мотоцикл надо выбирать по своей комплекции. Если крепкий, высокий, тяжелый, то надо и брать байк соответствующий. Сильный, хороший, тяжелый мотоцикл, даже проще в управлении, чем маленький, хлипенький. Причем, когда ты берешь мотоцикл, что называется, такой с небольшим объемом двигателя, поменьше, привыкаешь к нему в течение двух-трех недель. И уже сидишь и думаешь, теперь как мне от него избавиться, чтобы купить что-то получше. Поэтому надо сразу брать то, что подходит именно вам по вашей комплекции, на ваш вес и ездить на правильном мотоцикле. Никакие вот эти вот маленькие мопеды, это ошибка. Это я сразу говорю. Я это говорю практически всем. Меня мало кто слушал, потом подходили и говорят, блин, ты прав. Друзья, через пару минут мы обязательно к вам вернемся и продолжим нашу беседу с легендарным байкерским движением братва. Ребят, я была вас рада видеть в нашей студии. Вы такие крутые, вы такие френдли, вы такие заряжаете прям своей мощной энергией. Пару слов пожеланий для наших слушателей. Окей, наши слушатели, ну что я хочу пожелать? Я хочу пожелать, чтобы вы все были safe, все были здоровы, все были happy. Солнце, вам море, пальмы, я не знаю, это все, что мне нравится, я вам тоже желаю. Нравится мотоцикл, покупайте, катайтесь, но не настаиваю, как говорится. Будьте аккуратны. Будьте аккуратны, да, всем удачи, удачи и просто хорошего настроения на всю вашу жизнь. Ну а с вами была Кристина Самофал на Вайбе Успеха каждый четверг в 12 часов дня на 107.5 FM HD2. Я жду вас на нашем радиоэфире. Всем пока.